И всем привет, ребят, с вами я, Пьяный Мелон. И сейчас вы, наверное, у меня спросите, Пьяный Мелон, а что ты делаешь на рельсах? А я вам отвечу, потому что сегодня мы будем делать обзор на лучшие поезда в Мелон Плейграунд. Но мы не будем тянуть время, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на мой телеграм, на телеграм-владельца этих поездов, и начинаем ехать. Ну и первый поезд на обзор это ВЛ-80. Он мне нравится, я вам сразу скажу, у него тут почему-то чайный пакетик, есть пантографы, двигатели и рычаги. Он может ехать, и еще у него есть вот такая вот функция, типа гудка, я не знаю, может ли он сцепляться, но мне особенно нравятся его тележки. И сейчас я вам еще покажу, как же работают его двигатели. Ну вот так вот работают его двигатели. Реальное ощущение, что ты возле поезда, у которого заведены двигатели. Я ставлю этому поезду 10 из 10. Видите, он мне прям очень нравится. Ну и второй поезд у нас на обзоре это DR-1A. Не знаю, есть ли тут фанаты Нюкема, которые смотрели зомби-поезд, но он прям очень реалистичный. Тут есть такие же двигатели, как и в прошлом поезде, они работают так же. Его можно сцепить. Он, как я понял, едет. Только, наверное, я не буду его запускать. Сейчас запустил, потому что он слишком большой, и он на всю карту прям. Как я понял, тут есть тормоза, но я в этом не уверен, потому что я спавнил этот поезд первый раз. Обозревал вместе с вами. А, это заднее движение, я понял. Я думал, это тормоза. Также для него есть и вагон. Вагон от него отличается только тем, что у него нет кабины. И всё. Ну, я ставлю этому поезду так же 10 из 10. Могам сказать, это теперь мой любимый поезд. У него тут проработано на дно. Всякие тут провода. Ну, вы поняли. Переходим к следующему поезду. Ну, третий поезд на обзоры, это у нас ЧМ-3. И я вам сразу же скажу, он мне не очень нравится. Потому что тут, например, видите кабину, она прям жестко выпирает. Ну, например, кабина должна быть примерно вот такой вот, как в реальной жизни. Но тут почему-то она прям выпирает. Также у него есть морда, она мне очень нравится. И двигатель. Только кажется, он, наверное, работает немножко по-другому. Тележка мне не очень нравится. И так же есть гудок у него снова же. Как и у прошлого поезда. Давайте же мы его сейчас протестим. Ну, вот гудок снова ничем не отличается. У него есть имитация дыма. Ставлю ему 9 из 10. Ну, и четвертый поезд на обзоры, это ВЛ-65. Он так же может ездить вперед и назад. Но у него вместо двигателя чайный пакетик. Тут есть у нас такая машинист-кукруска. Пантографы снова же. Но нету гудка. Не знаю, можно ли к нему что-то прицепить. И вообще он мне нравится. Нормальный такой поезд. В реальной жизни я его не видел никогда. Да и на картинках тоже я им не интересуюсь. Тележка нормальная. Единственное, что тут ненормально, это двери. То есть вы поняли, двери, которые рядом с вентиляторами и со стулом машиниста. Просто смотрите, какие там проемы просто. Ну, а вот и эти самые проемы. Наверное, будет холодно машинисту зимой, если где-то посередине будет маленькая дырочка. Ставлю ему 9 из 10. Ну и пятый, последний на нашем обзоре поезд, это ЧАЭС-7. И у него такие же двигатели, как и у прошлых поездов. Есть тележки, дно не очень проработано. Это простительно. И у него опять же чайный пакетик. Я бы ему поставил 9 из 10, но из-за вот этой вот штуки, это будет твердая десятка. А? Пантограф поднимается. Я бы до такого не додумался. Ну, и поэтому я ставлю ему 10 из 10, плюс ЧАЭС, это одна из моих любимых моделей поездов. Ну, на этом все, ребята. Не забывайте, что все эти поезда вы сможете скачать по ссылке в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на мой телеграм, на телеграм владельца этих поездов. И мы прощаемся. Всем пока, ребята! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok